Здравствуйте! В эфире программа Аптат НСС. С вами Николай Сырбов и судоперевод Кенжигуль Мажиковой. В ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внешний торговый оборот региона с Китаем за январь-май достиг более 472 миллионов долларов США, производя показатели прошлого года. Экспорт вырос более чем до 401 миллиона долларов. Асхат Шахаров призвал инвестиционное сообщество Китая расширить свое участие в совместных проектах. Хочу заверить, что вопросы безопасности и инвестиционного климата для нас очень важны. Мы будем пресекать всякого рода какие-то недопонимания и комментировать каждую ситуацию, обсуждать с вашими коллегами. Потому что, как вы сами отметили, мы друзья, поэтому мы должны всегда помогать, делать условия. Поэтому, я думаю, коллеги правы, что они чувствуют себя как дома, потому что все условия созданы здесь. И я думаю, дальше будем только развивать. Официальная церемония открытия консульства прошла в одном из ресторанов нашего города, куда были приглашены официальные лица области и гости из китайской делегации. Уступая с речью, Асхат Шахаров подчеркнул, что наши отношения активно развиваются в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Примером этому служат два визита главы государства в Китай в прошлом году, а также визит председателя Китайской Народной Республики, господина Сильзи Инпина в Казахстан в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эти визиты подчеркнули важность нашего сотрудничества и привели к важным соглашениям в экономике, культуре и образовании. Хочу отметить, что у нас есть большой потенциал. Только за период пяти месяцев у нас товарооборот состоял в 400 миллионов долларов. Я думаю, что из года в год эта цифра будет только расти. Самое главное, через такие мероприятия создавать благоприятные условия и соответствовать всем стандартам. Я думаю, у нас есть и желание, и возможности в этом направлении. С запуском новой депмиссии Китая в регион, где она расположена, станет еще более узнаваемым и доступным для китайских бизнесменов и туристов. А если учесть, что следующий, в 2025 год, был объявлен главным государством, годом китайского туризма в Казахстане, то можно ожидать новый инвестиционный бум и поток китайских туристов. С начала года в авариях на дорогах области погибло около 70 человек. Для борьбы с этим негативным явлением предлагается установить более 2000 знаков, а в ряде населенных пунктов подключить камеры и видеонаблюдения. Также в регионе произошло свыше 200 возгораний. Для своевременной ликвидации подобных инцидентов в лесах строятся три специальные станции. Возведение еще нескольких запланировано на следующий год. Вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий и прохождения пожароопасного периода рассмотрели на совещании под председательством Акимобласти. По его итогам Асхас Шахаров дал ряд поручений ответственным ведомствам. С начала года в 291 ДТП пострадало 394 человека, 68 погибло. В полицейской области регистрируют рост дорожных аварий. Основными причинами ДТП являются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения, вождение в нетрезвом состоянии, маневрирование. В целом текущем году свыше 95 тысяч водителей оштрафованы на сумму более 2 миллиардов тенге. Самыми опасными участками автодорог, где происходит больше всего аварий, остаются трассы Самары-Шимкент и Западная Европа-Западный Китай. На этих участках дорог с начала года произошло 37 ДТП, в которых погибло 28 человек. 69 человек пострадали. Для безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности пешеходов установят 2600 знаков и 20 проектируемых дорожных переходов. Уже заменено 720 дорожных знаков. До конца года в рамках проекта облачного сервиса видеонаблюдения в городе Актубе будет подключено 66 аппаратно-программных комплексов на линейных участках и 28 комплексах на перекрестках, 24 видеокамер для выявления дыма и пожара, а также в 10 населенных пунктах будет подключено 2422 камеры общего видеонаблюдения, 45 комплексов распознавания номерных знаков. Активом области Асхар Шахаров поручил усилить патрулирование на дорогах, своевременно завершить установку видеокамер, контролирующих безопасность дорожного движения. Нет ничего дороже человеческой жизни, и наша с вами задача обеспечить безопасность людей на дорогах. Полиция должна усилить патрулирование и проверку транспорта. Для профилактики правонарушений необходимо разработать конкретные анализы и меры, которые помогут дисциплинировать водители. Недопустимо, что все больше людей садятся за руль в нетрезвом состоянии либо наркотическом опьянении, ведь они отвечают за жизнь других участников дорожного движения. Нужно сразу пресекать таких нарушителей. Полиции совместно с Управлением образования провести разъяснительные беседы с несовершеннолетними об ответственности управления мопедами и скутерами. Также нужно предусмотреть ответственность родителей, подаривших мопед несовершеннолетнему ребенку. Поручает довести до директоров школ о правилах перевозки учащихся на Олимпиады и соревнования. Нельзя допускать повторения ситуации, где гибнут дети. Нужно привлечь внимание общества к решению проблем травматизма на дорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Также за 7 месяцев 2024 года произошло 281 возгорания. В пожаре погибло 8 человек, 7 получили травмы. Материальный ущерб составил 139,5 миллионов сенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в регионе сократилось на 37 случаев. Отмечается и спад лесных и степных возгораний. Так, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 5 лесных пожаров, в результате которых пострадало более 2 гектаров лесных массивов и 40 степных загораний, где выгорело 1292 гектара земли. Самое большое число подобных фактов в сравнении с прошлым годом зарегистрировано в Байганинском, Каргалинском, Тимейском, Уильском и Шалкарском районах. В целях предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров организован ряд мероприятий. Проведена противопожарная опашка вокруг населённых пунктов на расстоянии 518 километров. Доль железных дорог на расстоянии 1579 километров. Доль лесного фонда на расстоянии 895 километров. Доль дорог областного значения на расстоянии 270 километров. Регулярно ведётся космический мониторг Национальной комиссии «Гарш-Сапара», по результатам которого определяются точки загорания в степных и лесных зонах. Совместно с местными исполнительными органами организован механизированный дозор по защите лесного фонда в районе села Кокуй Кабдинского района и врачище Аркаш в селе Каракой Моголжадского района. Помимо этого строятся три лесные пожарные станции. В следующем году приступят к строительству ещё четырёх. Но самым важным остаётся нерешённым вопрос строительства лесопожарной станции на территории Ильи Старкайского заповедника. Глава региона Схар-Шахара поручил акимом городов и районов совместно с департаментом ЧАЭС усилить контроль за соблюдением всеми организациями правил пожарной безопасности при осенних полевых работах и крупной заготовке кормов, также увеличить периодичность патрулирования для своевременного обнаружения и ликвидации возможных пожаров в местах общественного отдыха и лесных массивах. Владимир Федотов, Руслан Альтаев, АПТАТНС. По всей стране проходит масштабная республиканская акция «ТАЗА Казахстан», инициированная президентом Касымжумартом Тукаевым. Уже по названию экологического мероприятия можно понять, что акция предусматривает налаживание чистоты и порядка, а также дух сплочённости и солидарности. Важно подчеркнуть, что «ТАЗА Казахстан» — это не просто однодневные субботники и чистые четверги, месячники и двухмесячники чистоты. Работа по благоустройству и озеленению проводится в течение всего года в городах и сельской местности. Актюбинская область не остаётся в стороне от проведения масштабной экологической акции. С апреля текущего года по области свыше 270 тысяч жителей приняли участие в руководимых мероприятиях. Не остались в стороне и более 6,5 тысяч учреждений и предприятий. В рамках очередного этапа экологической программы в регионе организовали конкурс среди субъектов предпринимательства и акцию «Чистый бизнес. Чистая территория». Организации малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства приняли активное участие в ЭК-акции. Они провели уборку своих территорий и дворов. Так на очистку от мусора вышли свыше 50 сотрудников Актюбинского авторомологического центра. К слову всего, в медучреждении работают 140 человек. Наша территория является топовой по городу Актюбе. Вы видите, у нас очень красивый участок. Мы понимаем цель и важность данной акции и призываем всех в городе сотрудников, организаций, коллективов также поддержать данную акцию и сохранять свою территорию в чистоте. Субботник у нас проводится каждую неделю, чистый четверг. Это обязательно. Иногда, если у нас, знаете, погодные условия, такие выходятся и несколько раз в неделю. У нас участок всегда, как с весны начинается, всегда поддерживается в строжайшей чистоте. Также в акции приняли участие сотрудники одного из торговых домов по проспекту Занкибай-Батыра. К слову, в организации экологии уделяется огромное внимание. Торговый объект действует уже 20 лет, и примерно столько же лет назад на территории был разбит сад с плодовыми и ягодными деревьями. Также выращиваются овощи. Следит за порядком здесь опытный садовник Нина Доценко. Уже 12,5 лет под ее чутким руководством здесь расцветает настоящий райский уголок. Не сильно моя такая большая заслуга. Во-первых, у нас руководитель сам любит это все. Естественно, изначально он все это создал, потому что я когда пришла, все это было уже здесь посажено. Что-то мы много досаживали, что-то меняли. Мы выращиваем, вот вы видите, груши, слива, вишня, абрикосы, овощи. У нас смородина три вида – красная, черная и белая. Черноплодная. Тутовник, шелкопряд у нас есть, но в этом году он отдыхает. Это все идет в нашу столовую. У нас в столовой все это перерабатывает. Что-то мы солим. Они делают же заготовку на зиму, девочки. И потом вот в течение зимы мы это пробуем. К слову, всего на уборку территории в рамках акции вышли 35 сотрудников торгового дома. Президентская инициатива «Таза Казахстан», «Чистый Казахстан», это лишний раз дает возможность нашим гражданам проявить патриотизм ежедневный. Не по акциям, по каким-то датам или числам, не проявлять патриотизм не на словах, рассчитывая на какую-то гипотетическую угрозу, что возможно когда-нибудь я проявлю патриотизм по защите Родины. Мы каждый день делаем красиво, любим землю, ухаживаем за ней, благоустраиваем, она откликнется добром, эта земля. В общем, простой лозунг для первоклашек, будем так говорить, можно в школах. В Актюбе можно жить, в Актюбе нельзя сорить. Вот такое кредо должно быть у всех. Актюбинские предприниматели вносят весомый вклад в благоустройство города, улучшение состандартного состояния. Таким образом, предприятия и организации формируют среди населения экологическую культуру. И объявленный конкурс позволил выявить лучшие благоустроенные территории среди городских объектов предпринимательства. Так первое место заняло популярное у жителей кафе «Хуторок», которое располагается на Центральном проспекте. За более чем два десятка лет работы заведение является ярким примером чистоты, порядка и озеленения близлежащей территории. Вы знаете, хозяев судят по порогу. Я считаю, если на улице порядка нет, то внутрь можно и не заходить. Понимаете? Это раз. А во-вторых, я люблю все красивое. Вот сама красивая, и все красиво. Поэтому, ну и как-то, если этого не делать, мне кажется, ну это же стыдно. Понимаете? Я помню, перед саммитом нам эту землю выделили. И Санья Мусаевна вызывала всех предпринимателей и говорила, ты вот это сделай, а ты вот это, а ты вот это. Я думала, а как это так? Неужели человек не видит, что ему надо сделать? Поэтому я считаю, что если ты взял какой-то участок, чем-то занимаешься, то ты за это в ответе, и ты должен делать это добросовестно, красиво. В общей сложности в конкурсе, как уже упоминалось, приняли участие 14 организаций и предприятий. Помимо призовой тройки был определен побладатель гран-при, торговый дом «Энергия». Победители и призеры получили из рук главы реобластного центра благодарственные письма и подарки. Аким Ак-Тубе также выразил признательность предпринимателям за вклад в процветание города. В ходе церемонии также были отмечены лучшие садовники, организации и предприятий. В ресторане я работаю 6 лет. Можно сказать, навожу красоту на близлежащей территории. Занимаюсь поливом цветов и зеленых насаждений, убираю ссорную траву. Сам очень люблю чистоту и порядок, поэтому всю душу вкладываю в это дело. Сейчас на пенсии свободного времени много. В этой связи стараюсь вносить свой вклад в благоустройство нашего города. Подобный конкурс проводится уже во второй раз, и уже в следующем году планируется сделать его более масштабным. Мы видим, что есть предприятие, которое проводит данную работу. Соответственно, мы обращаемся к ним, чтобы они участвовали в этом конкурсе. Все-таки не все люди видят, иногда и не замечают, хотя каждый день проходит. А это очень большой труд. Это очень большой труд. Это вклад в развитие нашего города. Всех номинантов, например, пригласить и ставить примером, показать, что можно и вот так благоустроить, содержать прилегающую территорию. То есть это огромный труд. Огромный труд – это огромное вложение в свой город именно предпринимателя. Отметим, с начала акции «Тазак Казахстан» по области было приведено в порядок свыше 53 тысяч дворов. Охвачено около полутора тысяч социальных объектов. Убраны территорией 284 парков и скверов. В населенных пунктах посадили более 300 тысяч деревьев. Очищены от мусора 206 участков на берегах водоемов. Для уборки территории привлечено 3800 единиц техники. На полигон твердых бытовых отходов вывезено 42,5 тысячи тонн отходов. Чем меньше потребляешь, тем больше экономишь. По такому принципу в стране ввели новые социальные нормы потребления воды. И уже с этого месяца актюбинцы будут получать квитанции на оплату услуг по измененному тарифу. Об этом представители антимонопольного ведомства и коммунальщики рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. О том, какие именно новшества ждут потребители, расскажет Динара Абдуалиева. Так, теперь тарифицироваться расход воды будет по новой четырехуровневой системе. Все будет зависеть от лимита потребления одним человеком. К такому решению в Министерстве национальной экономики пришли, исходя из мирового опыта. По их мнению, в месяц один человек потребляет до трех кубометров воды. От этого и будут исходить тарификационные суммы. Группы населения подразделяют на четыре группы. Это первая подгруппа. Потребление до трех кубометров будет применяться действующий тариф, утвержденный. Вторая подгруппа. Потребление от трех до пяти кубометров тариф. Тариф будет выше на 20% от действующего тарифа. Третья подгруппа. Это потребление от пяти до десяти кубометров. Тариф будет выше на 50%. И четвертая подгруппа. Потребление свыше десяти кубометров будет применяться двойной тариф. Необходимо отметить, что вот эти вот кубометры, которые только что были изложены, это действует на одного человека в семье. То есть, если вы превысите норму в три кубометра, оплачивать будете в полтора, а то и в два раза больше. Необходимо отметить, что количество членов семьи обязательно будет учитываться. Поэтому в компании «Соэнерджи Групп» сейчас ведутся работы по актуализации абонентской базы. В связи с этим вы можете на официальном сайте предприятия, в разделе «Личный кабинет» зарегистрироваться и пройти, проверить свои регистрационные данные. То есть, там будет указан на сегодняшний день, как в нашей абонентской базе, сколько человек у вас зарегистрировано. Если это будет фактическое число зарегистрированных лиц, то нормально. Если же нет, то вы можете на этом же сайте указать, соответственно, данные лиц и актуализировать данные сведения. Всего в настоящее время в городе зарегистрировано порядка 157 тысяч абонентов. Деньги потребителей будут направлены на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение необходимого оборудования. За расходованием средств будет обеспечен контроль. Динара Абдуалиева, Душан Жасулан, Аптат НСЭ. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат НСЭ смотрите следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова